Приветствую вас, Андрей. Проблема, на первый взгляд, вот как мне сказалось, здесь больше такая, наверное, юридического плана, вот. То есть как это все доказать в суде? Да Никак в суде все не доказать, там если надо, это собственно и суд, что там психологические моменты как-то не решают. Вот. Ну, в этом смысле. В смысле, не за этим немножко идут в суд. Вот. Вы правы на счет того, что не хотите ломать психику своему ребенку. Вот. Вы правы на счет этого. Безусловно. Правы? И вы, на мой взгляд, большая молодец, что смотрите на это под таким углом. То есть под углом заботы о ребенке. Вот. Но. У меня есть ощущение, что вы как-будто были неуверенно в себе. Так у меня ощущение. Как будто бы у бабушки получилось, что ли, вас как-то вот дезориентировать в пространстве, дезориентировать в своих ценностях, дезориентировать, ну, практически, вот, в том, что касается вашего ребенка. Вот. Что вы начали, по факту, перед ней оправдываться и пытаться ей что-то объяснить. Хотя, объяснять, что что-либо бабушка, ну, вообще на бесполезным, по причине того, что она, скорее всего, вас не поймет. Ну, не поймет, опять же, потому что она преследует свои цели и ребенок ее не интересует, к сожалению. Вот. Настолько, чтобы заботиться именно о нем. Поэтому здесь вопрос исключительно вашей уверенности в себе. Вот. Вопрос исключительно, ну, не знаю, может быть, какого-то страха потерять ребенка. Страха, что бабушка его отсудит, у вас, прочее, 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 прочее. Вот. Это вот какая-то неуверенность в собственных силах вас здесь чувствует. Ну, по крайней мере, я сейчас чувствую так. Вот. И, соответственно, на это вам нужно обратить свое внимание. Именно на это. В первую очередь на то, что вы, вот, неуверенность в себе. Возможно, из-за или по причине неуверенности в себе, ваш ребенок, он тоже излишне к вам привязан, излишне, как-то вот, ну, не самостоятельно. Да, но это, опять же, не точно все. Потому что, малая информация. Вот. Но бабушка, вы, вот, понимаете, воспринимаете, как среда, она имеет право на то, чтобы видеть ребенок. Но ее права существенно меньше, чем аналогичные, например, у отца. Вот. Вот. Соответственно, в этом плане, вот именно в этом плане, беспокоиться вам, ну, не то, чтобы было. А все. Вот. Действительно, контакт с бабушкой нужно наводить, налаживать это нужно и ребенку, ну, в основном, конечно, ребенку нужно. Вот. Но не через ней, через суд. Да? То есть, через суд это, скорее всего, ну, невозможно. Уже будем сделать, если вы окажетесь в суде, потому что, ну, все это уже такая откровенная история. Достаточно, ну, может, может быть, какая-то вот определенная, да, точка невозврат, скажем так. Если через суд это, то, по крайней мере. Вот. Соответственно, делать этого лучше не стоит. Именно делать. Лучше этого не стоит. Договориться с бабушкой, да? Безусловно. Понять, что она хочет на самом деле. Да, безусловно. Вот. И постараться ей это дать? Да, безусловно. Но это, пожалуй, единственное, что вы можете сделать. Вот. И, конечно, ни в коем случае не вредить ребенку, ни в коем случае не действовать в черт ребенку, потому что это, как бы, ну, игры. Вот. Вот. Которые, ну, могут играть, там, условно, вы, да, игры, в которые могут играть, там, условно, бабушка и прочее. Да, они все это очень хорошо, но для ребенка это все очень плохо. Вот. И, как бы, бабушка опять же этого не объяснит. А на суде, если все-таки, ну, не удастся, как-то вот, бабушка закрывается на суде, вы, в принципе, вполне сможете это объяснить и вполне сможете это показать. показать. Вот. То есть, ваша основная задача заключается в том, чтобы уверенно, уверенно выступать перед бабушкой, да, и какую-то вот такую четкую, четкую позицию свою иметь и продвигать ее. Вот. Вот. И помнить, что бабушка, пожилой человек и достаточно сложно идет, ну, на контакт, скажем так. То есть вот, достаточно тяжело идёт на контакт, вот, по причине того, что достаточно костно мыслят. Но она в этом не на этом, конечно, а вот в этом никто не виноват, но тем не менее. Вот. Такая вот история. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого-самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрушена. Разрушена. Субтитры создавал DimaTorzok